За любым преступлением должно последовать наказание. Именно так можно подытожить и обобщить заявления министров юстиции, собравшихся в латвийской столице. По мнению большинства делегатов, стран-членов Совета Европы, президент Путин, высшее руководство России и все причастные к развязыванию полномасштабной войны в Украине должны понести ответственность. Виновные в преступлениях должны быть привлечены к ответственности в уголовных судах. На нашем саммите европейские лидеры также приветствовали международные усилия, которые должны помочь призвать к ответу политических и военных лидеров России, а также прогресс в создании специального трибунала по преступлениям в результате агрессии. Украинский министр юстиции Денис Малюсько полагает, что Европа будет добиваться правосудия для жертв жестокой войны. По его мнению, ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом в марте этого года, показывает, что Украину поддерживают не только на словах, но и на деле. Впервые в истории Гаагский суд может завести дело на лидера государства, постоянного члена Совбеза ООН. Конечная цель — посадить Путина как человека, начавшего агрессию, в тюрьму. Для этого его нужно лишить неприкосновенности, поскольку сейчас, будучи главой страны и действуя как глава страны, он или еще ряд высокопоставленных российских чиновников, согласно международному гуманитарному праву, обладает иммунитетом. Поэтому вопрос заключается в том, как законно и в соответствии с нормами право снять этот иммунитет, чтобы обеспечить надлежащее судебное разбирательство. По оценкам МИД Украины, вопрос о том, как будет выглядеть суд над зачинщиками войны, — это один из главных предметов спора. Страны Большой Семерки во главе США выступают за создание так называемого гибридного трибунала, который будет работать в рамках украинской судебной системы. Киев же настаивает на учреждении международного органа. Литва, Латвия, Эстония в этой дискуссии на стороне Украины. Самым главным вопросом является то, как обеспечить привлечение к ответственности тех, кто принял решение начать войну, жестокую агрессию и преступления против обычных людей, за которыми мы все наблюдали в новостях, когда российская оккупационная армия оставила города в Киевской области. Лица, принимающие решения, не могут рассчитывать на то, что останутся безнаказанными из-за иммунитета, когда их призовет к ответу международный трибунал. Власти стран Балтии и Украины полагают, что специальный международный суд позволит привлечь к ответственности высших руководителей Российской Федерации. Упоминались фамилии Путина, Мишустина и Лаврова. Между тем, гибридный трибунал не дает ответа на вопрос, как наказать эту тройку. Вот что об этом мне сказала заместитель министра юстиции Литвы Габи Агрегайте-Долгерда. Литва вместе с другими балтийскими государствами, а также Бельгия, Люксембург и Лихтенштейн, твердо говорят о том, что нам нужен всесторонний международный военный трибунал, который будет действовать на базе рекомендаций Генассамблеи ООН. Это необходимо по одной очень простой причине. Мы полагаем, что Россия своей агрессией против Украины нарушила не только ее суверенитет и территориальную целостность, не только нанесла большой ущерб всем соседним государствам, но и нарушила общие нормы международного права, не только права Украины и стран Балтии. По мнению литовского политолога Бернароса Ивановаса, лидерство Вильнюса, Риги и Таллина в отстаивании интересов Киева похвально. Однако война показала, что мир сегодня нуждается в реформе глобальной системы безопасности. Вопрос о трибунале должен существенно переформатировать систему международных отношений и международного права. Он должен ознаменовать собой приход новой глобальной организации, которая заменит полностью дискредитировавшую себя ООН. Если мы оставим все так, как есть, ООН с Овбезом, где сидит Путин, это будет очень странно. Этого не может быть. За полтора года российского вторжения, как указывают в ООН, в Украине погибло более 27 тысяч мирных жителей. По оценкам Киева, ущерб, нанесенный стране в результате боевых действий, уже превышает 700 миллиардов долларов. Денис Кишиневский, ОТО Айлтс. Настоящее время. Балтия.